Какой-то маленький придурок на байке. Он проехал и разбил нам полностью стекло. Казалось, что действительно нас здесь никто не ждал. Въехали в нас и разбили нам вот такое стекло. Всем привет! Вы на канале Family Box Lock. У меня тут гениальная участка. А у нас тут... Собачий дом! Собачий дом! В общем, ребят, у нас тут не одна собака. Три собаки дома. Раз, два. И где-то еще наша страшненькая жучка ходит, которая вообще не выходит из дома у нас. Это вообще чисто домашний пес. Они меня чуть нос с ног не сносят. Вот он. Вот он. Ты наливайся! Короче говоря, посмотрите. Папай, тебя давно не было? Тебя давно не было? На улице ливень, на улице дождь, поэтому мы все мокрые, зализанные. Я в том числе. Сезон дождей сейчас на Бали, поэтому дождь. Что делаем мы? Чем ты занимаешься? Играешь с собаками? Мы собираемся переезжать? В какой раз, спросите вы? Я уже запуталась считать. Но сейчас мы решили переместиться в другой район. Сейчас мы живем в районе Букита. Милана играет. Хотим переехать в район Убуд. Попробовать пожить там, посмотреть, что там есть. И поинтересные вещи, может быть, покажем вам, которые присущи только этому району. На Бали, говорят, нужно пожить не в одном районе, а в нескольких, потому что он разный совершенно. То есть, если ты поживешь в одном районе, это не значит, что ты узнаешь весь Бали. Поэтому мы сейчас отправляемся. Мы сняли себе новые апартаменты. Поедем, посмотрим. И вам рум-тур покажем. Поехали. Мы приехали на Убуд. Дорога на Убуд, кстати говоря, несмотря на то, что это вроде как один остров занимает довольно много времени. Тут вообще получается, вот каждый район, это как маленькое, каждое отдельное государство. И они друг от друга достаточно далеко находятся. Часто, если не соседние. В общем, мы ехали почти полтора-два часа. И проголодались, решили заехать в кафешечку, покушать. Ммм, какой сладкий кусочек. Дядь занимается играми. Данюшкин собирает конструктор. Милашка играет. Странными игрушками. Да, я себе купила. Груш. Себе. Милана на самом деле пошла и купила Данюшки перебрать. Да. Пойдем посмотрим, что тут есть. Мы сегодня в таком необычном месте обедаем. Тут на самом деле на Бали очень часто вы можете встретить магазин, в котором продаются различные вещи, аксессуары, предметы, продукты. Вот прям вот магазин. Но тут также можно и поесть. Вот, пожалуйста, на крык-подход. Тут различные тортики, пирожники. И у них тут очень интересно большое меню. Мне кажется, это чисто балийская тема. У нас я такого не видела никогда. Беда. И еда, украшения, одежда, цветы. Тебе понравилась масочка? Да. Прикольный рейтбей. Все, до свидания. Прикольная необычная атмосфера. Карандашки. Мы решили немножко поменять правила. Дело в том, что раньше, когда мы приходили в кафе, у нас такое было негласное правило, что до того, как дети ждут заказ, они у нас сидят в телефонах. Потом, когда приносят заказ, в телефонах они не сидят, уже кушают и так далее. Но сейчас мы решили больше смотреть вокруг, наслаждаться миром, пространством. Поэтому во время еды мы решили этот момент убрать. И даже до. Поэтому они сейчас теперь просто играются и ищут, чем же им еще можно заняться. Тут такое, кстати, интересное пространство тоже. Необычное. Ну что, ребята, давайте рум-тур. И кто-нибудь есть? Мы приехали в отель. Тра-па-па-па-пам! Сейчас покажу номер. У нас... Такой себе! И нормальный. Красивый? Нормальный. У нас такой номер, который, ну, в такой стилистике местной, деревянной. Все с дерева. Мне кажется, очень милый. У нас здесь две кровати. Мини-кухня с холодильником, чайником, микроволновкой. А здесь у нас коннект, соединение. Давайте сначала покажу санузел. Тра-та-тушки, тра-та-та-та. Красивенько все, чистенько, аккуратненько. Что еще нужно? Самое бомбовое, это то, что здесь вид на рисовые поля. Сейчас, да, вот вид я сейчас покажу. Здесь вот у нас, получается, коннект вторая комната с одной большой кроватью, на которой дети уже расположились и что-то творят, делают, сыграют, играют. Сейчас откроем. Пойдемте посмотрим вид. Пойдемте. У нас, получается, вот таких вот два балкончика. Мне кажется, очень красиво. Я спросила его, живут ли тут змеи. Он мне сказал нет. Респектус. Он сказал, что здесь живут только птицы, которые любят есть фрукты. И они делают так. Так нельзя делать. По звуку. Видимо, чтобы мы не пугались. Он также сказал, что там внизу растет джекфрукт, манго и мангустины. Так, прям можно пойти и сорвать, поесть. Насчет сорвать, поесть не знаю. Но он сказал, что вы можете погулять, пройтись вниз. И там есть красивые рисовые поля, которые только засадили. Потому что здесь это считается уже желтые, как бы отсветшие. Не очень красивые. Что, Дмитон? А там рисовые поля будут прям вот такие вот. Мне кажется, здесь тоже очень красиво, очень атмосферно. Мне, лично мне нравится. А еще у нас есть такой вот басик внизу. Кстати говоря, он сказал, что в этом году из-за пандемии отель простаивает. Очень много стоит на самом деле комнат пустых. В прошлом году на Новый год у нас была толпа. У нас все было фул, все занято, перебронировано и так далее. Но в этом году все под запретом. Я сейчас расплачусь. Они резко сократили количество штата. Очень мало людей находится из работников здесь и, в принципе, из клиентов. Поэтому очень жаль, но пандемия, она, конечно, многие места заставляет закрываться, сокращаться. Наверное, ему даже повезло, что он хотя бы открытый остался. Я хотела еще показать, что вот нашу красавицу, этот дом мы не оставили. Привезли с собой и будем жить вместе с ней. Это будущее, детка. Конечно, персонал такой. Я вижу, ты узнал мой секрет. Ну, что делать? Мы любим наше Merry Christmas Tree, поэтому мы его взяли с собой. Ребят, мы, короче, выехали с нашего отеля, поехали в одно интересное место, называется Боли Дача. Мы о нем слышали уже много раз, видели видео. И какой-то придурок маленький. Подожди, дай договорю. И решили доехать сюда, посмотреть, но... Да, я сама говорю. Какой-то маленький придурок на байке. Он проехал и разбил нам полностью стекло. Короче, у нас мини-авария произошла. Не мини, блин. Милана напугалась. На байке въехали в нас и разбили нам вот такое вот так вот стекло. Я люблю эту страну. В общем, как-то так. Разбили стекло. Здесь вмятина, дыра. Я не знаю, как мы это все будем чинить. Причем байкер просто пробил нам машину и поехал спокойно дальше. Абсолютно даже не оборачиваясь, не останавливаясь. Беда. Не выясняя, что-то он сделал или не сделал, это Бали здесь, это нормально. А нам теперь надо искать ремонтное какое-то заведение, которое будет чинить нашу машину. Мы машину оставили. Дело в том, что уже доехали до места, поэтому мы все-таки идем сюда. Найти, куда идти, довольно сложно. Ужас, какое сильное течение. Это река. А они тут то ли купаются, то ли стираются, то ли что-то делают. В итоге взрослые там стираются, а дети просто купаются. Ну, не знаю, что это за река, это чистая или это грязная. Жесть. Непонятно. Папа, почему ты подумал, что идти туда? А почему не сюда? Или не туда? Короче, называется никакого опознавательного знака. Иди найди. В итоге мы спросили, потому что никаких знаков нет, опознавательных. И нам идти вон туда. Мне страшно. Смотри, это, наверное, тут лишь в поля были? Или есть. Возможно, здесь что-то либо растят, либо выращивают рыбу. Потому что сетки сверху рыбу, скорее всего, растят. Так, вот она, Балидача. Кажется, куда-то сюда. Ай! Так, Данил, смотри под ноги. Так, осторожно. Ну, необычно, это точно. Мы подходим ближе. Такое у меня личное ощущение. Мы пришли, и нас никто здесь не ждет. И вообще здесь никого нет. Как будто мы зашли в чужой дом. Туриц, пацан, успех ушел. Не получилось, не фортануло. Мне тоже так кажется, что здесь надо развиваться. Да, Дань? Тут никого. Рецепшн. Люди там, которые на нас смотрели, они все такие, вау, что такое, кто тут идет? Вообще, они в таком шоке, когда нас увидели. Вот такое вот пространство. Мы ходим босиком. Я просто. Олег, а мы селян. Ой, привет, милаша, тут тебя ждет кто-то. Смотри, какая киса. Она говорит, что ты мимо проходишь? Что ты меня не гладишь? А там котята. Посмотрите, как тут интересно. Тут можно сидеть, общаться. Видимо, чай пить, я не знаю. В лучшем заведении города. Покушать? Нет, мы не брали ничего покушать. Посмотрите. А там? Все, здесь уже джунгли. Дань, ну если захочешь есть, будешь голодать. Данька у нас все время кусает. Покажи. Вот, куча вкусов и у него вся спина у нас укус у нас. Все будет хорошо. Самый сладкий, всегда самый покусанный. Погладила котят? Да. Вот знаменитые ванны с лепестками. Обычно они, конечно, наполнены водой и лепестками, но... В общем, короче, оказалось, что действительно нас здесь никто не ждал. Вот это поворот. И не ждет. И записываться она только в инстаграме. Нам сказали, что извините, до свидания. Идите в инстаграм, там все записывайтесь. В общем, регистрируйтесь. Поэтому мы пошли дальше гулять. Но нам подсказали, что здесь есть какой-то необычный красивый храм. Ну, сейчас посмотрим. Может быть, мы до него дойдем. Мы идем по какому-то жуткому месту. Тут даже вот в одном месте дамба или как, я не знаю. Мы по ней идем. Сломалась. Мы идем. Вот такая вот дорога. Уже, кстати, пошире. Там мы встретили огромное количество волицев, которые мылись голые. Вы что, с ума сошли? В этой воде реки для нас немножко шокированная ситуация. Вот. Но путь мы продолжаем. Карта показывает, что куда-то туда. Сейчас пойдем посмотрим, попробуем туда добраться. Судя по всему, здесь тоже не было. Содержит. Вот. Так, мы немножко заблудились. И что делать? В общем, идем потихонечку. Нас, короче, сейчас чуть собаки сначала не загрызли. Потом, в общем, нас местные немножко послали, сказали, здесь отсюда. В общем, мы как бы тут такие странные проделываем пути. Вот. Но тут такие интересные мостики. Посмотрите, кого мы тут нашли. Это такая стрекоза. Улетела. Все местные нас встречают и говорят «Хаааа, как ты?». Все улыбаются. Все говорят «Откуда вы?». «Where are you from?». Вау, круто! Это на самом деле никто не... Ну, у нас бы как? Если бы мы проходили мимо наших, наверное, в деревень, у нас бы просто люди стояли бы и смотрели так. Вы кто такие? Я вас не звал. А эти нет. Эти улыбаются такие все. Ну, какая они у тебя. Позитивные. Такие все радостные. Да нет, ну а зачем им? Они просто улыбаются тебе и говорят «Привет, как дела?». Ты кто вообще? Откуда ты тут взялся? А мы спускаемся куда-то вглубь, в темноту. Я вам еще потом подниматься, если мне больше всего могу. Что, там много, да? Ой, блин. Я думаю, будет очень весело. А это же потом все подниматься обратно. Чемокин, давайте здесь. Ты нас здесь подождешь? Я тоже как бы не сильно горю желанием. Боюсь предположить. Мне кажется, мы заблудились. Ух ты. Паук, ладно. Ты посмотри, какая большая пропасть. Кто за игрок? Мы идем прямо напротив пропасти. Огромной. И вот знаешь ли, нам еще подниматься потом сколько-то. Вот это посмотри. Как бы. А, да. Нет, Нилаш. Иди, пожалуйста, ближе к стене, а? Это опасно очень. Мы посмотрели на эту красоту, поставили ей лайк и решили подниматься обратно. Там еще долгий путь назад. Ты видишь сколько тут помаров? Это помары, да? Что это? Что это? Кто-нибудь видит? Нет, не я. Ты не видишь? Оно все красиво, а вот так. Необычно. По-болейски. Вот эта штука издает эти звуки. Лучше его не злить, а это будет пах-пах. Тут еще, короче говоря, мы идем назад до машины. У болицев есть такая особенность. Они любят брать и гладить петухов. То есть они просто сидят и как кошечек сидят и гладят петухов. Классика. Это интересно на самом деле. А еще вот тут много вот таких вот сзади бегущих собак. Ты идешь, а они бегут сзади тебя и подгаскивают, чтобы тебе было неприятно. Ну да, типа того. Несколько жутковатое место. Мы немножко даже рады, что уже пришли к машине. Мы идем на ужин. Немножко ошарашенные после всех событий. Вот так вот ездят тут люди. Мы тут нашли, мимо ехали, увидели какую-то кафешку. Сейчас попробуем сюда зайти. Большое количество здесь машин и байков. Поэтому мы думаем, наверное, здесь может быть вкусно. Посмотрите, какое место интересно мы зашли. Тут очень прикольная елочка. Новогодняя красавица. Странное что-то. Типа обезьяны. Меня это привело в детский восторг. Ну и в общем, как-то так вот туда можно внутрь зайти. Сейчас закажем и пройдем, посмотрим территорию. Заказик мы сделали. Идем посмотреть территорию. Так, что тут есть? Пеймос. Такая штучка. Тут вообще интересно очень. Все в джунглях. Красиво как? Все в деревьях. Вообще весь Убут он весь такой, да, Мила? Красиво очень. Смотрите, розовые. Красиво. Я не как резинка чанутся. Как? Ух ты. Откуда можно идти, что ли? Что это? Или туда не стоит? Аккуратно там не упадите, там обрыв. У них это очень норма. Раз, и вниз обрыв. Но в общем и целом очень красиво. Что? Это белое. Смотри. Вот. Приказала. Да. Мы поели, мы попили. В общем, мы уже пришли вот сюда, в магазин. Милашка вон довольная выбегает. Короче говоря, сегодня наш день закончился, поэтому блог наш тоже будет заканчивать. Сейчас поедем домой отдыхать. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе всех наших событий. Дальше только интересно. Субтитры сделал DimaTorzok